А между тем, у президента Эрдогана дел внутри собственной страны предостаточно. 14 мая в Турции состоятся президентские и парламентские выборы. Для Эрдогана это третий, скажем так, заход. Увенчается ли он успехом и кто может ему составить реальную конкуренцию, знает Адилю Нербаев. 14 мая как день выборов обозначили не случайно. 73 года назад в этот же день на выборах победила исламистская демократическая партия, положив конец правлению противников партии кемалистов. Но те, кто считает себя последователями Кемаля, теперь также сильны. Угрозу от них чувствует на себе и действующий президент Эрдоган. Его два сильнейших соперника в гонке за главный пост страны тоже кемалисты. Официально выборы не называют досрочными, а применяют фразу «перенос избирательной кампании». Ранее это политическое событие назначили на июнь. Кстати, юридически ЦИК еще не принял решение, несмотря на призывы Эрдогана. Я благодарю Бога за то, что нам суждено разделить с вами наш путь, наша дорогая молодежь, которая впервые будет голосовать на выборах, которые состоятся 14 мая. Эрдоган за свой второй президентский срок ярко проявил себя на международной арене. Мастерски жонглировал отношениями и с Западом, и с Кремлем. Бывал в Киеве и не забывал продвигать интересы Турции на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Но у любой медали две стороны. Успех Эрдогана во внешней политике контрастирует с проблемами в стране. Инфляция до 80%, обвал турецкой лиры, хаос в миграционной сфере. Так влияние оппозиции на фоне внутренних проблем только усиливается. В два с половиной раза подорожали энергоносители. Огромное количество продуктов питания, по некоторым данным, до 93% подняли. То есть это сильно очень влияет на Турцию, как на региональную державу. Сложная в социально-экономической ситуации – это главный фактор, который создает проблемы ему. Плюс 3 миллиона беженцев, операции, которые он проводит в Сирии, в других регионах. Я думаю, все это его толкает на то, чтобы создать новый политический ландшафт, который бы не подвергал сомнений ближайшие 5 лет. Главными претендентами на пост президента называют мэра Анкары Мансура Яваша и экс-градоначальника Стамбула Экрема Имамуглу. Последнего, правда, недавно приговорили к тюремному сроку за оскорбление Центра сберкома. Еще один кандидат – лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылыч Дараглу. Ну и, конечно, сам 68-летний Эрдоган, который уже был президентом два срока, а до этого премьер-министром. Интересно, что после изменений в Конституции Турции должность премьера упразднена. А президент получил больше полномочий и власти. В тех же изменениях определено, что избираться президентом нельзя больше двух раз. Однако это не мешает Эрдогану избираться, по сути, на третий срок. По словам экспертов, референдум вместе с поправками обнулил и президентские сроки Эрдогана. Кстати, оппозиция Турции не стала спорить с таким решением. Кемалисты уверены, что даже при таком раскладе они смогут составить конкуренцию действующему главе государства. Адилю Нербаев, Медято Сапанов, Студия 7. Друзья, подписывайтесь на наш YouTube-канал Студия 7. Там вы найдете эксклюзивное интервью, массу аналитических материалов. Таких не делают нигде на нашем казахстанском ТВ. Жмите на колокольчик, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы их все читаем. С нами все станет понятно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!